Его засек дрон во время установки радиосвязи. Мина летела беззвучно. Парень поспешил в блиндаж, но ему не хватило нескольких секунд. Так Алексей Доброский из Тогульского района получил свое второе ранение. Первым был осколок в спину, в этот раз в ногу. У меня был большой осколок под коленным суставом, здесь 2 на 3 сантиметра, точно помню по документам. Мне его изъяли, потому что он на стрием прям к сосудам, в сторону сосудов смотрел. И очень близко был распорожен и к нервным окончаниям, и к артерии. Короче, была вероятность того, что я вообще мог ногу потерять. Хирурги сделали все, чтобы сохранить парню ногу. Кровотечение было остановлено, но ожидая эвакуации после минометного обстрела, парень получил обморожение пальцев. Сейчас Алексей наблюдают врачи военного госпиталя Валейски, единственного в крае, где лечат участников СВО неуволенных в запас. После экстренной помощи в центральных госпиталях бойцов приводят на долечивание в регионы. Здесь это либо легкие, средние, так скажем, ранения, условно, если можно их так назвать, повреждения, требующие, не требующие, точнее, длительных сроков лечения, нахождения в стационаре. Есть пациенты, конечно, с многоэтапным лечением, то есть где ряд периодов лечения в стационаре, каких-то оперативных вмешательств. Дом Алексей ходил на привязке, но нога заживала плохо. Он обратился в общественную приемную депутата Госдумы Александра Прокопьева, чтобы разобраться, где он может получить лечение, как участник СВО. В результате хирурги из Олейского госпиталя пригласили его на консультацию и предложили пройти курс в стационаре. Александр Прокопьев, приехав в Алтайский край на региональную неделю, навестил Алексея в госпитале. Очередной этап лечения, который мы сейчас проведем, он не финальный, так скажем, то есть будет еще в дальнейшем реабилитация. Каждый боец должен чувствовать не только внимание государства, но и внимание и заботу тех людей, от которых зависит решение его проблем. Поэтому я искренне признателен и благодарен тем людям, которые сегодня помогают Алексею Добродскому встать на ноги. Александр Прокопьев передал Алексею и всем пациентам витаминный подарок. Несколько ящиков мандаринов, конфеты, чай и телевизор для досуга выздоравливающих. Его в этот же день повесили в столовой госпиталя. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...